Друзья, привет! Сегодня мы с ограниченной интересной коллекцией почистим и помоем. Да, Дим? Да, привет! Дима опять за камерой прячется, так что не покажется. Ребят, вышла ограниченная коллекция Барстат. Интересная, я бы сказала, лаконичная, немножко не совсем в духе, может быть, даже Икея, но некоторые вещи мне понравились, прям вот очень понравились. Поэтому сейчас мы вам все расскажем, дадим свою оценку. И если вы уже кто-то купили и пользуетесь, пожалуйста, напишите, потому что я знаю, что мы не самый первый город, Нижний Новгород, куда поступила данная коллекция. У нас дизайнеры все красиво разложили, такой имитации, знаешь, деревенского... Ну, на Урале вот это называется сенками коридора деревенского, где разложены всевозможные штучки. Кто за Урало, ставь лайки. Да, Дим, пойдем. Не убегай. Так, откуда? Здесь будем показывать или по полочкам пойдем? По порядку. Давай вот, да, сначала по порядку. Так, я тебе щетку верну. Во-первых, в коллекции очень-очень много, друзья, моей ручной работы. Все, что плетеное, это все ручками сделано. Все, что ручками сделано... Все, давай будем это показывать. Да, часть ручная. Так, Татьяна, ты давайте лучше по очереди, что ли? Окей. Не слышишь никого. Дим, я не могу... Опять вот... Не должен заколад! Не должен заколад! Не должен заколад! Не должен заколад! Ручка у нас из массива бука, ну и плюс гвоздики. Значит, сушилку можно использовать вот таким напольным образом. Здесь она зафиксирована. Разобрать я ее попытаюсь, но не смогу. Кстати, сделано в Польше. Дим, ты недалеко уходишь от меня? Ну, общий план. Потом поближе. Так, нет, не получается в таком. А, вот. Значит, вот такие крючки. И вот так она съеживается. Мне интересно, ее можно зафиксировать? Не надо, не ломайте, пожалуйста. Принцип понятия. Принцип понятия. Можно так использовать, а можно вот и на пол. Нет, она отдельно. Это отдельно для сушилки, для принадлежности плотенцев. А это стеновая. Для стены. Да, слушай, правда, я не посмотрела. Это на стены. Получается, она крепится, да, вот здесь за две точки. Ну да. На стены стоит 2 500. Дима, они, по-моему, разные по длине. Да. Да. По 5 сантиметров. И... И шиш, указанный сантиметр. И 71 сантиметр. То есть, это настенные. Ну, не знаю, конечно, мокрёшки на ней сушить. Ну, ребят, сразу скажу, никакой нагрузки, без фанатизма используем. Нет, вот, то есть, вот она складывается. Нет, ну, складывается. А, Дим, ну, это эстетика больше, чем... Ну, тут не больше полотенца, наверное, только можно сюда повесить. Да. Так, в общем, два вида вот таких сушилок. Одна просто считается для белья. Ну, я что-то с трудом представляю, что на нее можно навешать. Кстати, нагрузка, интересно, указана. 8 килограмм всего максимальная нагрузка. Общая. Или на... Все вместе, итоговая. Ну, соглашусь. Ну, в принципе, это стирка одна в машинке. Ну, что-то я это... Сомнения, в общем, у меня. Если у кого-то уже есть, расскажите. А то мы стоим и сомневаемся. Так, это что за ежик? Вешалка с крючками. 399 рублей. Стальная. Ну, какая интересная. Кстати, оформители возьмите на вооружение. Мне кажется, можно много чего интересного из нее сделать, да? Она такая вот, если стиль именно в такой... Она больше всего интерьерная, да. Так, по функционалу, я бы не знаю, куда ее увешать. В пакс не повесишь. Нет, это знаешь... На ригу не повесишь. Это если вот только куда-то на сушилочку и вот полотенчики сушить. А стоит 399. Нет, я где-то видел эту картиночку. К потолке черная цепочка. Ага. Подвешено. И к ней прикреплено. Вот этот паучок. Да, да, да. Она вот что-то такое вот. Не лофт. Что-то индустриал. Ближе к этому. Вот такой стил, да. Так, здесь у нас полотенчики и отдушки лавандовые. Это мы покажем дальше. Так. Давай сейчас по корзинам, потому что потом пойдут на стеллажах мелкие вещи, будет неудобно. Вот такая вот большая корзина с крышкой. Так, может это? Отодвинь ее на бетончик. Да я ценник пытаюсь найти. А, Дима, она вон. Давай вот с той стороны ее покажем. Мы в очень ограниченном пространстве. И шибко не побегаешь. Значит, вот корзина. Стоит 2 800. Это уже ручная работа. Чехольчик. Ротанг. Да. Крышка. Иди сюда, покажи поближе крышку. Смотрите, какие интересные элементы у крышки. Выплетены, да. Но аккуратно. То есть все это вот... Соответственно, когда пересыхает, начинает потихоньку ломаться. Здесь у нас... Ой, смотри, здесь что-то прячется. Мешок для обуви. Дима, твои кроссовки не залезут. Леный хлопок. 299 рублей. Хотя вот, например, отдушку какую-нибудь, ту же лаванду сушеную, можно было бы прямо, если много в шкаф надо. Тут шпачек надо купить. Здесь прячется подушка за 45 рублей. Вот такой вот чехол. Я просто знаю, что периодически клиенты ищут вот такие вот холщовые мешочки. Для разных целей. Ну, не для обуви. Я не знаю. Вот я в подобном... Хотя бы форму сделали обуви. Да, Дима, вот вспомни. В подобном у нас смесь для компота хранится. От бабушки такой мешочек достался, она шила. То есть он у меня больше с пищевым ассоциируется. Какие-нибудь эти сухие вещички хранить, да? Возможно. Ягодки сушеные, шиповник сушеный. Но не для обуви. У тебя с трудом воспринимается обуви. Ну, я еще раз говорю. Хотя бы форму обуви сделали хотя бы в горизонтале. В общем, вот такой мешок для обуви. Размер 32-38, 299 рублей. Так, давай к корзине вернемся. У корзины в комплект ходит вот такой хлопковый, судя по всему, чехол. Нет, полиэтиленовый чехол, а ассоциация прям вот хлопковый. Сколько литров корзинка-то хоть? Не указали. Максимальная нагрузка 10 килограмм, высота 53 сантиметра, диаметр 40 сантиметров. Она, наверное, подразумевается для белья. Хорошо, нагрузка это на подвес 10 килограмм? Нет, вот так. Это просто 10 килограмм положитель? Да, чтобы она не порушилась. Я не думаю, что она будет на подвес. Я подразумеваю на подвес. Думаешь? 10 килограмм. Ну, хотя вполне возможно. Ее же все-таки ручки. Нет, но имеется в виду, может быть, нагрузить бельем и понести? Ну да. Потому что стиль-то такой больше деревенский, простой. Вот такое. Так, вот такой совочек только здесь можем показать, потому что там они в упаковке, их будет не видно. Покажу. Совок и щетка 1500. Тоже из булка. Еще раз переверните. Из булка. Значит, в набор входит щетка шириной 22 сантиметра, высота 93 сантиметра, глубина 3,5. Ну, это толщина вот самой щеточки. Не глубина. А, нет. Щетка. Так. В общем, еще раз. Щетка 22 на 93 на 3,5. Совок 27 на 87. Высота бортика 5,5. Вот это запомните, кому актуально. А, ворс материал не скажет какой-нибудь. Ручка бук, щетина, полиэтилен, терефталат. Терефталат. Понятно. Выглядит, правда, как натуральный волокон. Такое жесткое. Если она не закреплена, дай-ка мы ее покажем. Вот она. Я думал, что это натуральная. Оказалось, шиш. Химоза, да. Полторы тысячи. Ну, здесь стиль. Кстати, это лимитированная коллекция. Я не думаю, что она будет постоянно в приходе. Вот ее раскупят и до свидания. Так, корзины, в которой вот собаки належат. 60 сантиметров, две тысячи. Вот это корзины с ручками. Кстати, такую корзинку, кто занимается съемками малышей и грудничков, можно использовать. Большая корзинка. Сюда матрасик. Потому что знаю, что часто ищут. По крайней мере, у нас в городе точно один фотограф искал такую корзинку. Все скрепили, все свинтили. Не дай бог, кто чего у кума ездит. Ну, слава богу, потрогать можно. А в Казани даже этой возможности нет. Ты про макерат, про ограниченную коллекцию, которую вы хотели снять? Ну да, там так прибиты до смерти. Да, что даже не покрутить. Только вызывали. Так, есть маленькая корзинка 47 сантиметров, 1800 вот такая корзинка стоит. Конечно, уже, наверное, нифига не бюджетная. У нас просто в офисе лежат корзинки плетеные, ручной работы. Дедулька у нас, клиент плетет, он их все по 300 рублей продает. И большие и маленькие. Ну, там материал другой. Там Ива. Здесь ротанг. Будешь поближе ее показывать? Хотя она, в принципе, ну, точно такая же, как... Так, пойдем кармашек покажем. 800 рублей подвесная секция для аксессуаров. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь карманов. Никаких ограничителей в плане, ну, подворачивания, укорочения, ничего нет. Ну, вот это, кстати, как раз... Вот это, мне кажется, интересная будет штука. Такие часто спрашивают. Во-первых, она в таком, в цвете грубого льна. Стопроцентный хлопок. Размер 80 на 50. Потому что стук и скум большие. А это поменьше. Именно вот для аксессуаров можно разложить все штучки. И у кого такие вот ванны в деревенском стиле, все в дереве, она прям вот очень классно впишется. Ну, мне кажется, адекватно. Не знаю, мне нравится. Ты про себя думаешь, у нас ванна в деревенском стиле, да? Ну, да. Ну, а мы куда ее повесим, нам ее некуда вешать. Ну, у нас мест нет. Все Татьяна уже сделала. Ну, да. Так, есть еще маленький набор за 800 рублей. Набор для уборки малый. То есть он полностью повторяет совочек большого. И такая вот щеточка. То есть все то же самое, что у большого набора. Ну, они между собой. А, вот смотри, петелька, да? То есть совок. Получается, можно повесить щетку и на нее привесить совок. Но мне больше всего вот такая штучка понравилась. Кстати, я когда смотрел на сайте, новинку эту, я думал, это для полок подметать, как бы покупать отдельно чередок сюда. Не, ну она так смотрится на сайте. Вьетнам. А это кого причёсывает-то? Жилки пальмового листа. Ну, это вот, наверное, вот. Да ну, да. Я думал, это полноценный веник. Можно это. А, кстати, ну, украшение какое-то приделать. Ну, в общем, больше, наверное, декор, милая вещица, но никак не функциональность. Хотя, если откуда-нибудь, ну... В общем, кто пользуется, расскажите нам, куда хоть применить. Дальше ещё... Так, щётки давай, наверное, вот там покажем, где все ценники. Ну, если удобно. Потому что здесь... А, нет, есть ценники. Так, вот такая вот щётка из жёсткой щетины, которую я держала в руках. Пойдём покажем. Ребята, она прямо вот дубовая-дубовая. Вот очень жёсткая щетина. Жёсткая щётка. Массив бука полипропилен. Семнадцать на шесть. Мне кажется, даже для ООО это жёсткая. Это обувная? Обувная. Не написано, что они обувные. Обувная. Написано, что это обувная. Друзья, куда вот эта щётка нужна? Дим, ты сдерёшь всю туфлю, эта щётка. Она больше такая вот. Заметать. Ты потрогай её. У неё как у метёлки ворс. Ой. Нормальный счёт. Ещё скажи тушку помыть. Спинку. Вот такая вот подставка для бутылок. 599 рублей. Вот как раз нам-то не хватает для организации стола. Да, вот. У нас вечный пи***. Дима, не надо выражёвываться. Смотрите, вот такая корзинка. Даже мочи нету мне это убирать. Все заметили? Или сразу лицо как изменилось? На больной нажал. Картинку показывать будем или делиться с домашними проблемами будем? Да, давайте, давайте. Вот они минусы иметь мужа оператора. И не ударишь. И да. А я убегу. Домой не повезёт. Так, корзинка. 6 ячеек. Ячейки визуально одинаковые. То есть под 6 бутылок. Ну, хотя на самом деле можно всякую, всячую наставить. А тебе под стол такую купим. Обязательно. Чтоб ты не свинячил. Так, давай прочитаю хоть. Ко-ко-ко. Сталь. А ручка букв. Где сделано, не писано. Так, ещё вот такие дозаторы. Но про дозаторы я расскажу там. Пойдём я фар только покажу. Он там свёрнут и мы его не сможем. А хлопушку? Какую хлопушку? Пойдём. Хлопушечку. О, муж гонял. У нас этот. Татьяна Павловна у нас этот. Спортом занялась. Раненый в жопу джигит. Далеко от него бежит. И вообще добрая невозможная. Жизнь такая. Так. Плюбивалка. Выбивалка. Ручная работа. Прозрачный акриловый лак. И ротан. Всё? Ну, как в детстве, да? В СССР. Имел свойство недавно. Русской традиции зимой выносить ковер и чистить. У мамы был дешёвый китайский за 50 рублей вот эта такая хлопушка. Ну, на улице сколько было? Не минус, ну, среди минус 10. Куда хлопушка улетела? Через полчаса от хлопушки осталось только ручек. Потому что пластик треснул. Ты думаешь, вот это долго проживёт? Да. Я думаю, он подольше. Ребят, сибиряки, кто Солмска, Красноярска, кто пробовал. Просто... У нас плюс два, у нас зимы нет. Цена этой штучки максимум 350 рублей. Ну, и 399. Да, потому что там потом хорошую купили, она стоила 250 рублей. Ну, вот. А здесь тебе за лимитированную коллекцию денежку. Пойдём фарту покажи. Плюсрочная работа. Фарту, к сожалению, тоже привинтили. Идём показывать. Хлопок, то есть такой же, как кармашек. Чем отличает от обычных икеевских фартуков? Обычно всегда петля вот здесь, и можно вот так натягивать фартуку и регулировать. Здесь, друзья, нет. Здесь регулировка... Дим, именно в виде петли, что нужно руками это делать. Это вот как бы такой минусочек небольшой, потому что я киевским фартуком пользуюсь, да. То есть вот обычный, который кухонный, то есть там вот эта петля идёт, ты просто вот его одеваешь, как есть, и вот этими верёвками вот так натягиваешь. А здесь нужно отрегулировать по шее и потом только завязаться. Большой карман, но опять же, да, я просто представляю вот этот фартук на официантах, где кафе в таких стиле, в таком стиле. И пойдём вот эту штучку покажем. Это в шкафчик. Пахнет? Ой, классно. Я люблю запах дерева. Так, всё, теперь пойдём по делу показывать. Хватит всё нюхать. Кстати, вот корзинки, где можно посмотреть нормально без собачек, без всего. Вот она большая. Маленькую не достать. Так, вот хлопушки. Кстати, они разные. Ну, так как ручная работа, да. Вот эта вот, например, очень страшненькая. Если чуть-чуть подешевеет, я возьму. Да? Да. Пока 400 рублей, я немного не готов. Так, совок показали, фартук показали, пойдём текстиль показывать. А, вот он мешок для обуви. Ну, кстати, имейте в виду, кому на самом деле вот нужно хранить какие-то вещи такие сухие. Оптимально. Даже покупать, как бы возиться шить не стоит. Так, салфетка для уборки. Вот они. Давай сначала так покажем. Мягенькая. Материал изготовления. Как рушничок такой. Хлопок. Сделано в Китае. Китайцы. Мя-а-а-денькая. Классно, мне нравится по ощущениям. 50 на 50. Размер в наборе две штучки. Одна получается вот с зелёной полосочкой. Одна чёрной. Второй сентября 19-го года. Прошлогоднее. Салфетка для уборки. Здесь уже прямо вот под вафельное полотенчик. Вафельное прям. 299... 249 рублей, 40 на 40. Тоже хлопок. И тоже Китай. Аж август. Коронавирусом не заразить. Коронавирусом не заразить. А то сейчас вообще мания такая пошла по этому поводу. Салфетка для уборки. Тоже хлопковая. 199 рублей, 35 на 35. То есть, видите, да, с уменьшением размера. Ну вот, не знаю. Он такой прям вот... Как платочек на самой мягенький. На 200 рублей за две тряпочки. Но тут смотри, сама ткань разная. Плетение ткани разное. Вот то, что я сейчас нюхала за 369 рублей, это кедровый брусочек. Мне кажется... Смысл рассказывать. Должен якобы создавать аромат дерева в шкафу. Что он еще может сделать? Где хоть сделано-то? Тоже в Китае, что ли? В Индии. Друзья сибиряки, я думаю, вам смешно будет покупать маленький кусочек кедра за 370 рублей. Жена приходит. Дорогой, я из Икеи кусочек кедра заказала. Вышла и нарубила. Так, здесь у нас мешки, здесь у нас подвесные секции. Это мы вам показали. Кстати, смотрите, осьминожка в таких коробочках. Продается, имейте в виду. Теперь давайте по бутылочкам посмотрим. Есть бутылочка с дозатором. А вот это что такое? Откуда этот распылитель у них? На партикулы посмотри. Может они в комплекте идут? Нет, они разные. Да, то есть, смотрите, бутылка с распылителем. Кстати, что хорошо, градуировка есть на 750 миллилитрах. Вот не даст вообще слова ставить. Я же, пап, готовился. Да? Готовил. Пожалуйста. 750 миллилитрах. Молодец. А вот это для, допустим, экологичного мытья посуды. Развели водичку с уксусом, горчички туда бабахнули. Но фэри не тянет, да? Если залезть. Мы фэри не пользуемся. У нас биморазлагаемое мыло. По консистенции тогда схожее. Я думаю, потянет. Потому что, смотри, нормальная, в принципе, трубка, обычный дозатор, как у этих. Ну не тоненько слишком. Нет, как у обычных. Так, ребята, пишите комментарии. Потянет, нет? Смотри, здесь пружинка. Мне кажется, потянет. Цена 199 рублей у бутылок. Идем дальше. Так, вот они бруски. Будьте ржать. Я когда, ну, подошли снимать, Дима настраивает камеру, я лечу нюхать бруски. Бум! У меня на лбу шишки, по-моему, нету. Контейнер. 999 рублей. Сталь. Заявлено как для щетки для обуви, для крема для обуви и других аксессуаров. Ну, с ручками. Ящик-чистильщика, да, как в Тамбуле? Не помню, в каком случае не поднимать щетку. Обе это, расскажи. Замануху. Может, некоторые не знают. Ну, как знают все, а? Ну, старый баян, думаешь? А? Старый баян. Да, старый. Это мы просто с тобой в Турцию первый раз поехали, в прошлом году, поэтому вы не знали. Да нет, я так не понимал. Хотел. Когда с Конгресса шли. Так, щетка для обуви, 79-й артикульный номер. Да, вот она. В Польше сделана. Массив рука, полиамидная пластмасса, веревка. Смотри. Вот это для обуви. Видишь, уже помягче. Да, все-таки для уборки была. Для кирзовых сапогов. Вот. А почему вот две? Вот такая и вот такая. Ну, носик, может быть. Увы. О, да, да. Правильно, правильно. Три, три, да? Три поросенка. Так, давай дальше разбираться в щетках. Восьмидесятое тоже. Это для одежды. Вот это для одежды щетка. Два вида ворса. Ворс более мягкий или такой же, как для обуви? Пожестче. У обувной прям мягкий, такой вот нежненький. Так, а это у нас, а, это мы показали. Это просто жесткая щетка, которую вы с тобой показывали. Ну да, получается, друзья, три вида щеток. Раз. Щетку посчитаю, что там, для чего она идет. Просто жесткая. Нет, вот, веник в миниатюре. Желтепальмового листа больше ничего нет. Понятно. Вот щетка для обуви. Забота о вещах. Прекрасный способ позаботиться о планете. Так, смотрите, значит, щеток вот так три вида. Эти можно подвесить. Ценник варьируется от 300 до 400. То есть за 400 вот это, за 350 вот это. И за просто 300 зелененькое, которое мы вам показывали до этого. Так, наводим порядок. Вот эта штучка мне понравилась. Иди сюда. Ну, конечно, дороговато за маленькую кучку сухой лаванды. Но там прям лаванда. То есть вот в этих мешочках лаванда. Лаванда, лаванда. Мы же ум пытливые, да? Подлезть бы. Короче, подлезть не могу. Но сделано мило. И для любителей лаванды вполне можно... Индия? Нет. Кто там у нас? Индия. Ну, не Крым же. Ну, а почему бы нет? Крым не наш. И еще одно применение товара, про которое мы уже рассказали. До меня только что дошло. Вот если бы вот такая коллекция была еще в черных, в белых цветах, в каком-то монохроме, любительницы однородного хранения и расхватали бы ее уже. Ценник адекватный. Бутылки большие. Два вида дозаторов. И плюс еще можно подвесить. Если, например, взять бы какой-нибудь рейлинг, как часто делают сейчас под раковину. То есть эти бутылки можно сразу вешать. Давай последнее про что расскажем. Это вот такая вот шаечка для ванны. Называется вставка в мойку. То есть подразумевается, да, что я вот эту вот в мойку должна поставить и что-то делать. Ясно. Ценник, ребята, не знаем. Дима добавит. Где-то на экране вы сейчас увидите. Китай, да. Вы уже на экране это видите, потому что это уже будет обработано. Ведь 9 сентября произведено. Оцинкованная сталь, порошковое покрытие. Объема нету. Ну, Дима уже все добавил. Все. Коллекцию. Друзья мои, коллекцию показали всю. Если вы уже чем-то пользуетесь, расскажите, пожалуйста, как вам. Что нравится, что не нравится. Как вы считаете, завышенный, не завышенный ценник, адекватный, неадекватный? Будет ли продаваться или будет ждать распродажи летний, да, как Тенкверт коллекция? А можно еще такое сделать. То, что купил, и мы соберем небольшой рейтинг, что из этой коллекции стал самым популярным. Вот что бы вы конкретно купили? Да. Или купили. Или купили бы, или купили уже и пользуйтесь. Да, да. Все. Ждем комментов. Пока. 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 Пока.